Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как просить прощения? Действительно, это иногда бывает очень трудно. Мы понимаем, что мы кого-то обидели, что совершили какую-то несправедливость, какой-то плохой поступок, но гордость препятствует нам обратиться к этому человеку, попросить прощения. Трудно бывает переступить против себя. Это признак очень сильного человека, честного человека, когда человек умеет признаться в своей ошибке, попросить прощения, раскаяться. Как этому научиться? Я думаю, что прежде всего для того, чтобы научиться просить прощения, нужно научиться прощать самому. Ведь так часто мы обижаемся, помним, что кто-то нам что-то сделал нехорошее, иногда что-то очень нехорошее. На словах вроде пытаемся простить, а на самом деле не получается. Вот важно помнить, что Господь не просто призывает нас, что старайтесь прощать, по возможности прощайте. Неплохо бы было, чтобы вы прощали друг другу. А Господь вменяет нам в обязанность. Если вы мои ученики, вы обязаны прощать. В Евангелии очень много говорится об этом. Даже и сама молитва Господня, та молитва, которую Господь Иисус Христос нам дал, она включает в себя такие слова. Оставь нам долги наши, то есть Господи, оставь нам наши грехи, прости нам наши грехи, так же, как и мы прощаем должником нашим, так же, как и мы оставляем должником нашим. Прямая зависимость. А если мы на самом деле не прощаем, значит, мы просим Господа, чтобы и Он нам не простил, Он же так же тоже должен делать, по словам этой молитвы. Какую меру меряете, такое будет возмерено вам. Если вы не будете прощать другим прегрешения их, то и Господь ваш, Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших. И вот нужно научиться прощать самому. Господь говорит, если твой брат согрешил против тебя, прости его. Если он второй раз, то же самое сделал, опять его прости. Ученики спрашивают, а если семь раз, что семь раз надо прощать одно и то же. И Господь ответил, да, и семь раз, и семьдесят семь раз. Как же достигнуть такой меры? Я думаю, что прощение, это не какой-то акт, что вот мы подписали какую-то бумажечку или мысленно, все, человек прощен, мы больше его там не вспоминаем то зло, которое он нам причинил. Это часто невозможно. Прощение — это процесс, это то, что начинается с чего-то и потом растет, растет, растет. С чего может начаться прощение? Прежде всего, с того, что мы отказываемся от мести. Вот да, мы еще сердимся, недовольны, злимся, но мы уже сказали, я мстить этому человеку не буду. Вот с этого уже началось прощение. При нас упоминают имя этого человека, что-то в нас вскипает, вот мы так вот... Но если мы отказались от мести, то прощение уже началось. И вот от этого минимума надо восходить дальше. К тому, чтобы в пределе своей любовью, широтой своей души полностью покрыть то зло, которое нам причинено. Да, нам сделали что-то плохое, нам нанесли какую-то рану, но я хочу быть с Богом. А Бог все прощающий. Бог не все предозволяющий, но милость его безмерна. Он дает свой свет на праведных и на неправедных. Он ко всем одинаково как бы добр. Он всем желает спастись, в познании истины прийти. Он ищет одну потерявшуюся овечку, когда 99 на месте он оставляет. И вот это тот образ, который нам дан. Мы должны уметь прощать. И вот человек, который научился прощать, это сильный очень человек. И такому сильному человеку нетрудно и самому попросить прощения. Сначала у Бога покайся в грехе твоем, молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, так сказал в книге Деяний апостол Петр одному человеку. Послание к эфесиным апостол Павел говорит, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. И вот если человек сам умеет прощать, так как Бог во Христе простил нас, то тогда ему становится возможным и попросить прощения у другого человека, достичь вот такой силы. Дай Бог, чтобы у всех у нас это получалось, будем молиться об этом и учиться прощать и просить прощения.